менее чем через сутки после миссии в азисе нам представилась возможность продолжить разматывать клубок ниточку которого мы ухватили при обыске пленного найденная у боевика записка дала новую цель нашему копью некий один располагается деревне аль тамкатар живет он соответственно в доме своих родителей дом располагается восточной окраине деревни при этом опознать ворота родители окрашены красным цветом раз вы эту ниточку потянули то кубан глубокая разматывать я пойду сейчас штаб и настаю на том что раз мы нашли эту записку пусть нам и задачу передадут атаковать этот компаунд и захватить подозреваемого террориста да давай я я комфортабл фо у и контролл пейс сектор рождец в правом через дорогу на сей 30 лет титов у меня здесь ворота но я тебе не скажу какого они блин цвета не красная изба куличами а красная изба воротами но как показала практика ночью все ворота одного цвета ведь через прибор ночного видения свет не различить в поисках нужного нам дома мы закрепились на восточной окраине деревни томкатат до основного скопления построек было рукой подать и никто из нас не хотел взять на себя риск поднять окуляры пнв и включить закрепленный на корабле фонарь мы не хотели быть обнаружены а свет фонаря пусть и не долгий мог привлечь ненужное внимание лидер команды решил убедиться что на восточной окраине больше нет домов с воротами красного цвета и выдвинулся в западном направлении к ближайшему строению террористы с бомбами ходят вокруг дороги так что проверяйте дорогу и проверяйте ближайшее здание пока мы закончим ворота так, ожидаем команду, мы готовы, держим центральную часть города для вас вариант, что рядом с друг с другом будут стоять дома, чьи ворота одинакового красного цвета был вполне реален уж лучше подстраховаться, чем вляпаться по ошибке в дерьмо верблюда в конце концов, после десяти минут потраченных на доразведку мы окончательно убедились, что нашли нужный нам дом длины имевшейся у нас лестницы вполне хватало, чтобы преодолеть глинобитный забор этим занимались сержант Акс и Гус оказавшись во дворе, они должны были открыть ворота изнутри и впустить во двор операторов которые находились снаружи компаунда однако вместо этого они направились прямиком в дом двойка операторов сильно рисковала в случае вооруженного сопротивления они не могли рассчитывать на быструю помощь тиммейтов которые по-прежнему топтались перед воротами вне двора у нас пять человек в здании двор без оптимостания безопасно сержант Клаки решил подстраховаться и прикрепил к воротам заряд который предназначен для разблокировки дверей Акс, мы будем заходить только по громкому, иначе не выйдет поэтому пока оставим нашу хербуке двор чистый, тут все захотели уже рация сержанта Акса дала сбой и он не сумел сообщить остальным, что он и Гус уже в доме тогда занимайте позицию входа в здание и по общему сигналу начнем штурм Сырков, меня слышно? мы все захотели, ребят всех повязали а, вы всех повязали уже? да всем открою ворот сержант Акс не догадывался, что его сообщения не доходят до команды снаружи вмешательство сержанта Гуса позволило исправить ситуацию открыв засов, он впустил операторов внутрь двора связав хозяев, операторы в поисках доказательств их причастности к задействию боевикам стали обыскивать дом и двор как показала практика на это может уходить много времени тем более ночью эвакуационный вертолет был уже в пути в то же время жители деревни все же обнаружили наше присутствие в доме их соседа и стали выходить на улицу некоторые из них прихватили с собой оружие в темноте они не могли различить кто мы и чем вооружены поэтому не проявляли явной агрессии стараясь сначала выяснить кем является их потенциальный враг заняв позиции и включив эко-лазеры мы в первую очередь взяли в прицел тех кто вооружен опасным для нас оружием если в твоих руках автомат Калашникова не вздумай направить его в мою сторону возмездие настигнет тебя мгновенно вертушка была уже над нами когда развергся апп из небольшого заводского цеха по нам открыли огонь несколько стрелков после чего к ним присоединились стрелки из деревни мы имели тактическое превосходство наличие ПНВ и отсутствие дульных вспышек превращало нас в зрячих и малозаметных таинственных убийц в то же время воздушная поддержка видеопача и пришедший к нам на помощь самолет разделались с теми кто расположились в цехе цементного завода после этого стрельба стала стихать огненные вспышки и гром ударов остудили горячие головы ближайшие к нам стрелки были уничтожены а те кто скрывались в глубине деревни поняли что цена их вмешательства может оказаться слишком высокой для их соплеменников после приземления транспортного вертолета мы уже не мешкали разрозненная стрельба все еще продолжалась но похоже наши оппоненты не стремились нанести нам урон а лишь тешились в свое самолюбие задача была выполнена мы возвращались на базу а лишь тюрьмы на стрельбе в тюрьме в тюрьме в тюрьме в тюрьме в тюрьме доставляем все